Больше не придется пить воду из озера жителям села в Северном Казахстане. Воду уже подвели в десятки домов, остальные ждут наладки новой сети. Напомню, о проблеме мы рассказывали в эфире Astana Times. Люди жаловались, что еще три года назад местные власти объявили, что в село начнут тянуть водопровод. Но проблема никак не решалась. Анастасия Дроняк с подробностями. Жительница Белого Клавдия Митронина говорит, теперь делать все домашние дела в разы легче. Вода в доме – решение многих проблем. Новому водопроводу женщина не может нарадоваться. Купленная два года назад стиральная машинка-автомат теперь уж точно не будет пылиться в коробке. Мы 30 лет ждали воду. Вода идет хорошо, напором, чистая вода. До этого мы пользовались водой из озера. Вода у озера, конечно, она мутная. А теперь мы, наконец, дождались воды. Мы довольны. С водой теперь и семья Худенко. Для пенсионеров это подспорье в хозяйстве. И раньше, как и другие сельчане, использовали в быту озерную воду. Недавно живительная влага из крана побежала. Вот ноту с плохим напором, а то и вовсе давали по часам. Нам дали воду первый раз на выбора. Очень хороший был напор. Пять часов она была. На второй день воды вообще не было. На третий день вообще воды не было. Потом начали давать. Днем дадут, на ночь отключают. Они в колодцы что-то там направляют, наверное. А так теперь течет. Ну, напор небольшой. Но так было не всегда. В редакцию «Астана Таймс» люди обратились накануне. Они рассказали, что в прошлом году от райцентра к населенному пункту проложили 24 километра трубопровода. Чтобы завести воду в дома, сельчане заплатили от 100 до 300 тысяч тенге. Многие оформили кредиты, но вода так и не появилась. После того, как материал показали в эфире нашего канала, в «Белое» приехал Аким сельского округа. Он встретился с жителями и заявил, что все испытания водопровод прошел. Пока тестировали, столкнулись с многочисленными порывами. Но сейчас проблема решена и дома подключают по факту готовности. Уже около 60 домов у нас подключен. Из них уже 40-50 домов уже пользуются. Те дома, которые мы в колодце подключили, но еще кран мы не открыли с колодца. Почему? Потому что в доме еще кранов нет. В погребе, получается, мы не готовы еще. На следующей неделе уже мы, которые домой провели методом прокола, 87 дворов мы всех подключим. У каждого дома в селе стоят вот такие емкости, куда сливают привозную воду. Ее в населенный пункт из озера привозят бочками трактор. Местные жители в воде в домах рады, но пока эти емкости убирать не спешат.